На ярмарке идей представлены проекты по самым различным направлениям, да и количество их впечатляет. 90 работ, над которыми трудились более 130 воспитанников школ города и района, а также учреждений дополнительного образования. При таком многообразии определить лучших у лучших нелегко, но сегодня все награды нашли своих обладателей. Они восхищены нашей работой. Ой, восхищены, восхищены, а! На церемонии награждения собралось немало гостей, ведь в создании каждого проекта вкладываются силы и энергии, а не только учеников, но и методистов, библиотекарей, родителей и, конечно, педагогов. Мы участвуем впервые в этом проекте. Нам все очень понравилось. Представляли свой проект «Молоко. Польза или вред». Заняли второе место. Все супер была организация. Спасибо организаторам огромное. На следующий год обязательно принять участие. Многие ребята работали целыми группами. К примеру, воспитанники Центра дополнительного образования представили двигающихся роботов. Приятно и то, что среди победителей оказалось немало школьников из района. В числе их ученицы Галузинской школы Маша Добрынинская. Она участвовала в ярмарке идеи с проектом «Цветочный гороскоп». Цель моего проекта была расширить знания одноклассников и изменить класс с учетом гороскопа. Мы подобрали каждому однокласснику свой цветок по его знаку зодиака. Мы посадили эти цветы в класс, и он изменил наш класс. По итогам ярмарки идеи 11 проектов стали победителями. 14 заняли второе место, 18 работ – третье. Также награждены 39 руководителей научных работ. Евгения Шемекина, Антон Карев, Новости провинции.